Сегодня мы рассказываем вам о 3D-тортах. Кондитерские изделия Рената Акзамова на вкус пробовали не только российские звезды и политик, но и зарубежные вип-персоны заказывают себе его сладкие творения. Секрет в натуральных продуктах и высоких технологиях. Его кондитерские изделия так прекрасны на вид, что жаль их съедать. Но, правда, Вероника Романова, похоже, готова снять пробу вместе с рэперами из группы «Центр». Вероника, тебе слово. Спасибо, Леша. Действительно, звездные торты, фэшн-кондитер. Куда же мы без звезд? И к нам присоединились ребята из группы «Центр». Гуф, Слим, Птаха, доброе утро. Смотрите, наш кондитер Ренат Акзамов приготовил для вас подарки. Во-первых, мы сегодня будем есть сладкий нано-торт. Вы еще, наверное, не пробовали никогда? Нано нет. В прямом эфире будет эксперимент. Потом расскажете на следующий день, как все прошло. Но, Ренат, вы обещаете, что все хорошо, да? Я обещаю, да. Если вы их завтра увидите, значит, все хорошо. Ладно, это шутка, не пугайтесь. Мы будем резать торт, пока вам, скажем, утешительные какие-то развлечения. Вот вам по леденцу, кстати, смотрите, это карамель, да? Да. Вы верите в то, что это карамель? Я уже знаю, я просто видел грядущий эфир и я стоял, смотрю. Да? Как у вас вообще со сладким с утра? Нормально, отлично. Любите сладенькое? Сладенькое по утрам то, что надо, правда? Держите. Сладенькое вообще то, что надо. Вы отправляйтесь сейчас в студию, если леденцы будут мешать, там, говорить или что-то, можете скинуть по дороге. Класс, спасибо. Вот, отправляю вас в студию. Торт обещаю принести, мы его сейчас будем резать. Класс. Ренат, теперь рассказывайте мне секрет, вот один себе оставила. Ренат, в чем секрет нано-торта? Значит, там бисквит приготовлен не просто отпечен, а там смешанная технология пара и выпечки. За счет этого бисквит получился неимоверно нежным. Ну что, отрезаем? Можно резать, я вам доверяю. Ты, я правильно понимаю, что он не очень калорийный, если он на пару? Он очень низкокалорийный. А вы чувствуете, как у вас очень нежно ножик входит в торт? Это принципиально важно, потому что если бы он был бы деревянный, то сразу ощущение, что торт кушать не хочется. Даже страшно резать. Да, вот там уже малинка начала появляться. А я правильно понимаю, что это как-то вообще очень высокотехнологичная разработка, то есть это торт будущего? Это нано-торт, таких тортов еще никто не разрабатывал. То есть это первый в мире именно ваш такой вот эксперимент, да? Сегодня ведь день реализованных идей. Да, вы, кстати, очень круто бы разрезали, молодцы. Ну, я все-таки замуж хочу когда-нибудь. Я вам помогу, да. Через меня огромное количество свадеб проходит, я в этом уже опытный. Посмотрите, внутри свежая малинка, обратите внимание. Причем не просто она не вареная, не жареная. Мы малину просто перетерли сахаром, как это делали наши мамы и бабушки. И благодаря этому мы получили совершенно фантастический аромат свежайшей малины. И вот этот нежный, легкий бисквит с добавлением пара. Мы продолжим сейчас резать торт, но тем временем в нашей студии уже сели на жердочки Птаха, Слим и Гуф. И Леша Сегаев сейчас начнет общаться с ними. Да, Вероника, спасибо, ребята, как раз на подходе. Группа «Центр» у нас здесь появляется. Ну и теперь у нас эфир в норме. Доброе утро. Доброе утро. Эфир в норме. Да, эфир в норме. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам торт? Удивительное созрание. Первый раз такое видите или сталкивались уже? Нет, торт мы пока не пробовали еще. Не пробовали, первый раз видим. Впереди у вас значимое событие, концерт в Зеленом театре. Почему вы решили выступить вместе с ребятами из Баку «Каспийский груз»? Вадик, расскажи. Ну, потому что есть совместные треки и как бы, ну, общаемся нормально и вообще, ну, интересная группа, независимая, тоже такая. Ну, мне кажется, ну, это вообще не только мне кажется, но интересный концерт получится, вот. Такая своеобразная. Да, симбиоз. Да, симбиоз своеобразный. Я тоже, кстати, из Баку, поэтому... Ну, да, Птах тоже из Баку. Да. То есть, можно предположить, что песни, которые вы исполните вместе с этой командой, войдут в ваш какой-то совместный альбом, да? Ну, совместный альбом, наверное, вряд ли, а в наш альбом, возможно. Такой вопрос. Почему вы все-таки решили объединиться? В смысле? А, Центр? Я должен говорить? Да? Ну, как же ты решили объединиться? Это все пиар из-за денег. Ну, мы так и предполагали, но хотели все-таки легенды про Центр отбросить и непосредственно... Ну, на каком-то моменте, наверное, поняли, что уходит время, и что как-то дружба дороже, и что мы как-то посадились на ровном месте. И спустя пять лет, видимо, не знаю, стали взрослее, или что, как-то задумались о том, что... Ну, что это как бы того не стоило. А кто из вас первый предложил вас соединиться? Кто кому, может быть, позвонил, как-то встретился? Наверное, Дарит Борисович. Я позвонил ему помириться. Он заехал ко мне, мы позвали Вадика, поехали к нему домой, помирились, и как-то... Спустя какое-то время вообще не появилось. Может, попробуем? Ну, попробуем, почему нет? Ну, вот так вот, когда музыканты устают, когда в их жизни происходят качели, они действительно вынуждены воссоединяться. Да, мы, кстати, я бы не сказал, что нам... Мы были вынуждены воссоединяться. Или у нас там что-то... Ну, а вам сейчас не сложно вот вместе будет работать? У вас так или иначе... Можно работать вместе нормально, как Борисович. Я знаю, но так или иначе, у вас какой-то другой, может быть, стиль образовался. Мы каждый отточили свой стиль. Но мы совсем не уходили же в другую сторону. То есть, как бы, понятно, что какие-то изменения за столько лет там произошли. Вот. Ну, мне кажется, в лучшую сторону. Но совсем кардинально что-то другое никто не стал делать, поэтому нормально. Ну, то есть, как бы, втроем. То есть, вы сейчас можете подтвердить, что никаких сольников у вас не будет? Вы теперь исключительно вместе? Будет, конечно. Да, не будет. Почему? Сейчас мы делаем вот совместный альбом. Мы делаем центр, потом будем заниматься, наверное, центром и сольниками. Ну, как-то сейчас пока все силы в центр. Да, Лёш? Да, Давид. Вы не так давно клип сняли на песню «Нюни-2». Давайте посмотрим его. Давайте. Фрагмент. И я хотел, чтобы это продолжалось. Она мой наркотик, и мне её не хватало. Я так хотел её выбросить из головы, да и она пыталась. Как странно, любовь — это няшная гадость. Ты заменила мне друзей и приятелей, а я прощал тебе разные гадости. Так странно, любовь — это вечная пакость. Её нет, ты страдаешь, она и страдаешь потом. А мы не знали с тобой, как всё повернётся. Ведь нравилось обоим, что это несерьёзно. Под утро полёты в режиме автопилота. Я продолжал летать куда-то на самолётах. Просил забрать из-за аэропорта. Спрячемся на скорости в лапах города. Одежда у порога, капля пота. Тихий шёпот. Над нами потолок моей комнаты. Выключи звук телефона. Довольно бодрое бельё со вкусом подобрано. Детка, ты взорванная. Через занавески лунный свет падает узорами. И я подумал, что хочу тебя видеть чаще. Я понял это по-настоящему. Ты стала идеей навязчивой. Прости, но это вряд ли ты услышишь по ящику. А, ребят, тут каждый из вас какую-то свою личную историю рассказывает. Да. Праздник к нам приходит. Простите, ребят, что-то я загрустил немножко на вашем треке. Ну, я понимаю, такое творчество. Но я решила раскрасить, подсластить чуть-чуть. Можно? Это нормально с рэпом вяжется, да? Позитив какой-то. Не просто торт, а 3D-торт. Нано-торт. Лёш, передавай. 3D-торт. Не придётся, как-то видишь. Почему нано? Что значит нано-торт? Нано-торт. Между прочим, низкокалорийный. Это высокие технологии. То есть на него устанавливается проекция. Свежайшая малина. И этот торт необычным образом совершенно светится. Я понимаю сейчас вопрос, где ложки. Вот они. Ребят, подождите. Ложки мы вам не можем дать до тех пор, пока вы свои кусочки не украсите. Вот смотрите. Какой хитрый. Да, здесь вот. Мне нравится, слушай, мне нравится то, что происходит. Карамель. И вот смотрите. Смотрите, кто это. Птаха. Конорейка, давай. Я сама выбирала вчера. Я думала, вам понравится. Давайте будем украшать торт. Мы специально этого не делали, дожидались с вас. Парни-то не завтракали, наверное. Они говорили, что сладенькое с утра то, что надо. Еще бы чайку, нет? Не взял эти. После эфира, может, попьем, ребят? Можно? Интересно. Нормальный все торт. Тем временем, у меня еще есть сюрпризы. Я не просто так вас тут задабриваю сладеньким. Мы не просто так вам сейчас закрыли рты. Теперь будем говорить мы. Очень вкусно. Спасибо большое. Ребята прислали мне фотографии эксклюзивные, которые еще никто не видел. Сейчас покажу. Включай. Да. Со своего телефона будет смотреть. Итак, что это? Это какой-то концерт. Где мы можем посмотреть? Сейчас увидим. Вот, видим. Смотрите. Это концерт. Это серпухов. Серпухов? А в каких городах, кстати, вам понравилось больше всего? Последний серпухов был? Слушай, ну, всегда по-разному. Не знаю. Мне нравится везде, где хорошо встречают. А это где? Это тот же концерт? Да, это тот же серпухов. Нет, почему? Съемки клипа «Нюни». Да? Да. А я там не был в зеленом куртке. Ну, ты ее снял, по-моему. Да, может быть. Ну, отлично. Зато теперь мы, наконец, знаем, где и что, и как. Бот, бэкстейдж какой-то пошел. Я не вижу. «Нюни», да. Мы не успели обсудить. Я надеялась, что вы расскажете мне в прямом эфире. Это «Нюни», это вот... Это Игорь Киселев с камеры, кто снимал этот клип. А это я вон там стою. Вот как такой киборг, да, выглядит? Да, это вот так, это Киселев. А тут затылок узнаваемый. А это я. А это? Я не вижу. Это Вадик. Не помню. И какой-то это... Just Вадик. Just Вадик. А я не узнала в очках. Вадик делает пюль. Нормальный торт. Это гримерка? Да. Это вот что-то тут вот. Какие-то конфитки. Вадик сказал называть его слимом. Нет, ну, в смысле... Фит? Конфитки. Ну, ладно. Кстати, по поводу... Ой, наконец-то мы... Вот. Вот это вот. Наконец-то. Фотографии, которые все девочки ждут, все девочки очень переживают. Но поэтому так порционно они получают такие фотографии. Да-да-да. Слишком малые. Новости последних дней, что... Все-таки вы остаетесь заниматься совместным бизнесом, да, и остаетесь друзьями. Буквально несколько месяцев назад сколыхнула история. Нет, да, я из интернета узнал об этом. Нет, нормально все. Я готов. Портал Супер.ру выдал информацию, что вы вместе ездили в тату-салон, и вроде вот отношения возрождаются, все зажимали кулачки, крестики. Хорошо, они продолжают зажатыми их держать. То есть еще есть шанс? Всегда есть шанс. Всегда есть шанс, да? То есть потому что... Ну так, может быть, мы еще увидим вас вместе? Посмотрим, посмотрим. Ну что, прямо сейчас я предлагаю под музыку, наконец, есть торт. Я понимаю, что я опять затронула какую-то грустную ноту. Я не могу, извините, пожалуйста, просто не могу есть много сладкого без какой-то... Главное съесть овечку. Да, вот это надо. А можно голову овечку съесть? Кстати, они съедобные. Не, ну я понимаю. Они съедобные, а мы пока будем делать селфи под вашу музыку. Селфи в прямом эфире. Лучше сфотографируй, как Гуф ест овечку. Я сейчас сфотографирую. Я не знаю, как это влезет в инстаграм. Влезает, смотрите. Слушайте, мне надо как-то так. Овечка, конечно. Ну не очень. Это овечка, конечно. Конечно, еще мои зубы. Нету. Ничего личного. Сейчас мы запилим все в инстаграм. Вот я как раз на вас подписалась. Да, посмотрим в прямом эфире. Вот я, пожалуй, вот эту фотографию от себя оставлю только глаза. Я буду такая восточная женщина. Давайте без фильтра. Мне кажется, что это прям круто. Смотрите, желтый фильтр. Он всегда выигрышный. Гипотет. Фильтр. Вот Леша называет этот фильтр фильтр гипотет. Вы уже ждете, да? Я правильно понимаю? Нет, я не жду. Я сейчас буду репостить ваш... Погоди, как? Где ты это? На Майк Ньюз? На телеканале показываешь? Это сейчас все происходит прямо сейчас. Сейчас прямо отмечаю пользователя. Зирио Гуф. Зирио Гуф. Готово. Все, поделиться. Ждем репост. Видишь себя? Сейчас, подождите. Друзья, это был... Центр. Центр. У нас с утром... В центре внимания на Лайф Ньюз. Получается? Мы с вами прощаемся. До завтра. Спасибо. Считаем лайки. Доброе утро. Йоу.